Добрый вечер, добро пожаловать на спецвыпуск Такера Карлсона. Когда в последний раз вы слышали, чтобы политик-демократ предлагал решение проблемы, неважно какой, которое не делало бы Демпартию могущественнее? Задумайтесь на секунду. Скажем, вы реально верите, что глобальное потепление — угроза существованию человечества? А диоксид углерода — причина этого. Как бы вы это исправили? Ну, возможно, вы вспомните биологию десятого класса. СО2, СО2, хм. Разве деревья не поглощают его при фотосинтезе? Проверяем в гугле. Да, поглощают. Так как насчет посадить больше деревьев и в стране, и во всем мире? Вполне себе решение, и плюсов много, деревья красивые. Еще и помогают бороться с глобальным потеплением. Но нет. Есть одна проблема. Посадка деревьев поможет с климатом, но не сделает богаче ваших спонсоров. Деревья дешевы, на них много не заработаешь. И более того, деревьями не поруководишь. После посадки они растут сами, без федеральной поддержки. Деревья точно не дадут вам новых полномочий. Так что вот другая идея. Давайте вкладывать чужие триллионы долларов в ветряки и электроавтобусы для детей. Таким образом, демократы получат прямой контроль над экономикой США, а их друзья станут богаче. Это просто идеальная идея. Так и думает каждый демократ, каждый из них. Так что вас уже не удивит, что у Элизабет Уоррен есть новый план по повышению цен на бензин. И, конечно же, этот план даст Элизабет Уоррен власть над вами и Соединенными Штатами. Эй, минуточку, скажете вы. Почему Элизабет Уоррен должна хоть чем-то править? Она не то чтобы умна, она так же ничего не создала. Вообще она известная обманщица. Это она использовала образ страдания индейцев, чтобы получить повышение. Тропа слез, поэтому голосуйте. Окей. То есть во всех отношениях Элизабет Уоррен посредственно. Да, но к тому же она сенатор США, и значит у нее есть власть. Ее последний план по увеличению своей власти называется «Закон об ограничении цен от 2022». Этот закон позволит Элизабет Уоррен назначать цены в Соединенных Штатах. Скажем, вы платите 6 баксов за галлон, что очень может быть. Очевидное решение и единственное решение — сделать больше бензина. Так как если чего-то много, то оно стоит дешевле. Это не просто базовая экономика, это неизменный закон природы. Но Элизабет Уоррен хочет другого. Она не хочет больше бензина. По сути, она работает над предотвращением увеличения производства бензина в США. И в этом основная причина его дороговизны. Вместо этого Элизабет Уоррен хочет контроля над бензином и всем остальным, и этот закон дает его ей. Поняли идею? И именно поэтому администрация Байдена приостанавливает лицензии на нефть и бензин посреди энергокризиса. И не только. Они уничтожают нефтеперерабатывающие заводы. Согласно анализу от Хотейр, цитата, «семь американских НПЗ, которые перерабатывали 806 тысяч баррелей нефти в день, остановлены. Некоторые просто закрыты, другие переделаны под биотопливо, типа этанола, по требованию климатического лобби». Эти потери оставили Соединенные Штаты со 124 рабочими НПЗ, что на 10% меньше НПЗ для бензина, дизеля и авиатоплива, чем было в 2016-м, хотя спрос продолжал расти. Конец цитаты. Сами видите, никаких вам больше нефти и бензина. Вот почему так дорого заправляться. Вместо этого администрация Байдена требует от штатов постройки ветряков. Звучит неплохо, но вообще-то не работает. В прошлом году мы поехали в Техас, чтобы увидеть самим. Вот ролик из нашей документалки о трагикомедии «Энергии ветра». Без шансов на разрешение рядом с Малибу, Гринвичем или горами Аспена. Строительство неизменно происходит в беднейших частях страны. Техас — номер один место для ветряков. Но вопрос в том, что произойдет, когда турбины остановятся. Мы в захолустье Техаса. Просто пытаемся найти место переночевать. Но все раскуплено, недоступно ничего. Ожидается, что это крупнейший страховой случай в Техасе. Снежная буря полностью перегрузила техасскую энергосистему. На утро можно сказать, что у 4,2 миллиона техасцев все еще нет света. В Техасе больше всего возможностей для ветряков в США. Но турбины в Техасе, которые не были зимними, замерзли из-за холодной погоды в феврале 2021-го. Поставка электричества схлопнулась. Техасские регуляторы постановили веерные отключения, так как арктический холод заморозил ветряки. Нет воды в отеле. Техасские мощности, как и калифорнийские, становятся все более неадекватными и сложными в обслуживании. Тяжело удерживать энергопроизводство на должном уровне. Эта 20-летняя турбина протекает. Смотрится не особо зелено. Итак, смысл энергосистемы производить и поставлять энергию. Только эта цель. И эта цель была целенаправлена саботирована администрацией Байдена и Уолл-стрит. В пользу зеленой энергии и ветряков, которые вообще-то не работают. И в результате этого мы видим в перспективе еще больше блэкаутов этим летом. У нас больше нет электричества. Страна первого мира. Но у Уоррен есть решение. Цитата. Должно быть незаконно для кого-либо продавать товары и услуги по неоправданно завышенной цене во время потрясений на рынке, независимо от его позиции в цепочке поставок или сети дистрибуции. Так что аргумент Элизабет Уоррен здесь экономика переживает исключительные рыночные потрясения с начала пандемии. Таким образом, ценообразование всех производств в стране должно подчиняться регулированию у кого? Элизабет Уоррен. Большинство законов о регулировании цен ограничивались конкретным местом во время природных бедствий, но не этот, он навсегда и везде. Вопрос в том, как именно Элизабет Уоррен определяет, цитата, «неоправданное завышение цены», так как в законодательстве такого нет. И оказалось, что определение даст, догадайтесь, кто? Элизабет Уоррен. Любой бизнес с оборотом более 100 тысяч в год, то есть почти все в стране, теперь должен подчиняться Элизабет Уоррен. Это значит, что у Элизабет Уоррен есть власть назначать цену, скажем, дизеля, которым заправляют грузовики, которые переводят почти все, что вы покупаете или потребляете. Вся экономика США зависит от дизеля. Как недавно сообщил о себе, цены на дизель подошли к уровню, когда дальнобойщики больше не смогут работать. Смотрите. Кошмар. Я видел цены на топливо 6 долларов 36 центов за галлон. Представьте платить столько при заправке более 100 галлонов. Обычная заправка, скажем, 6 месяцев назад... ...около 700 долларов. Сейчас около 1000. Вот с чем сталкиваются дальнобойщики по всей стране. И цену платите вы, согласно аналитику Тому Клузе. Если вы заказываете что-либо, что перевозится через страну, то вы платите топливную надбавку. В следующем месяце дизельные надбавки еще не самые худшие. Я не думаю, что есть некое чудесное решение сейчас. Будет жестко. Будет жесткое лето. Знаете, друзья, я всегда старался держать нейтралитет в идеологических предпочтениях и политических взглядах. Однако мы живем в непростое время, когда информационное воздействие или его отсутствие может вершить судьбы государств. Когда детские блогеры-миллионники не чураются использовать свою аудиторию для продвижения своей политической позиции, я не понимаю, почему я, работая над вполне политическим контентом, должен сохранять нейтральную сторону. Я считаю неправильным, имея вполне значительную аудиторию, не воспользоваться возможностью донести до общества те взгляды, которые старательно пытаются заглушить по всем фронтам. Видео, ссылку на которое я прикреплю в описании и комментариях, как раз и служит тем инструментом, с помощью которого я внесу свой, пусть и малый вклад в распространение этих взглядов. Я разделяю главную цель автора — донести иную, непопулярную в цивилизованном мире точку зрения. И в первую очередь для иностранного зрителя, для которого этот фильм по сути и снят. Знаю, меня смотрят в том числе популярные блогеры. Призываю их также обратить внимание на этот фильм. Итак, большинство вариантов предполагают, что это — это в смысле цена на энергию — будет ухудшаться. И это именно то, на что Элизабет Уоррен рассчитывает. Ваши страдания. Она надеется, что американцы так отчаятся, что придут к ней, чтобы установить цены на дизель и все остальное, что покупается и продается в экономике США. И когда это произойдет, то что? Любопытный вопрос. В данный момент много денег плавает в экономике США из-за государственных трат. Федрезерв печатает деньги, они идут в банк, а оттуда перетекают на Уолл-стрит. А они покупают большие дома. И в то же время поставки важных товаров очень ограничены, так что если еще и цены регулировать... Ага, лес рук, начинаются торговые войны, и цены растут еще выше. Как недавно сказал экономист Адам Колл, вы неизбежно получаете рай для спекулянтов. Правительство назначает низкие цены, все, конечно, быстро раскупается, а потом черный рынок. Нам даже гадать не надо, так как это было в каждой контролируемой экономике в истории. Большевики быстро об этом узнали, когда они ввели регулирование цен. И что вы делаете потом, если вы правительство, вводящее регулирование? Вы обрушиваетесь на спекулянтов. И это то, что делает закон Элизабет Уоррен. Итак, у вас больше деятельности полиции, люди садятся в тюрьму, но также вы получаете то, что экономист Грегори Гроссман называет второй экономикой. Люди делают все возможное, чтобы получить разрешенные государством низкие цены. Советы торговали связями и создали крышевание. Они называли это «блад», что переводится с польского как «кто-то, кто прикрывает». Что вы получаете — это коррупцию. Коррупция — неизбежный результат регулирования цен. Даже Советы поняли это за 70 лет, поэтому Горбачев отменил регулирование цен в 1990-м. Николас Мадуро, который довольно ярый марксист, также отменил регулирование цен в Венесуэле три года назад. В 70-х Ричард Никсон также понял, представляете, регулирование цен не работает, но только после того, как заморозил цены и зарплаты в США, что и привело к всплеску спроса и двузначной инфляции. Так что люди, не понимающие базовые принципы экономики, возможно, не должны играть с экономикой, но они не могут себя контролировать. И именно поэтому некоторые значимые демократы прямо сейчас хотят повторить ошибки, которые мы уже много раз видели, не только Элизабет Уоррен. Это и вроде как центрист Боб Кейси, Шелдон Уайтхаус, не очень уменный, Берни Сандерс и Эд Марки, и Джефф Меркли, и Тэм Даркварт, и Диана Файнстайн — все поддерживают этот закон. И в палате у вас Джерри Надлер, Дэвид Сиселини с Род-Айленда, бывший адвокат мафии, Кэти Портер из Калифорнии, Рок Кана из Кремниевой долины, Боби Раш из Чикаго, они все поддерживают закон. И они надеются, что вы не откроете Википедию, чтобы узнать, что случилось со всеми остальными странами, попробовавшими это. Определенно они не хотят, чтобы вы посмотрели на историю Советского Союза, вот почему об этом не рассказывают в школе. Вместо этого они хотят, чтобы вы смотрели такие репортажи, и перепуганные отдали им полный контроль над экономикой. Меняющееся и уменьшающееся меню в школах. Разрывы цепочек поставок и растущие цены на ключевые ингредиенты заставляют школы уменьшать или заменять. В некоторых школах больше нет гамбургеров или куриных сэндвичей из-за проблем и цен на булочки и кетчуп. Новый опрос школ по всей стране показал у 97% пищевых программ проблемы из-за высоких цен, и 98% указали на проблемы с меню из-за поставок и ингредиентов. И цены в школах начнут опять расти с 1 июля, когда закончатся экстренные меры, введенные при пандемии. Мы здесь не прикрываем крупный бизнес, мы не работаем на Джо Байдена, нам и не надо. По сути, мы часто жестко критикуем крупный бизнес, но давайте на чистоту. Хоть один адекватный человек действительно верит, что производители гамбургеров и куриных котлет придерживают поставки из жадности. Это не так. Мы бы и рады, чтобы так было, так как это можно исправить. Но они говорят вам, что именно это и происходит. И говорят они это, чтобы вы поверили. Они хотят, чтобы вы верили, что нехватка детского питания не из-за поставок, а из-за цен. К сожалению, это неправда. Вот NBC с последними данными о дефиците. ФДА рассказали НБС Ньюс, что обеспокоены, что отсутствие детского питания на полках может привести к угрозе жизни младенцев. Мама Сидни Галливан рассказала, что два месяца борется с нехваткой. Как вы справляетесь? Сегодня продержались, а завтра посмотрим. Не находя питание на полках, у нее не было выбора, кроме как сменить бренд. Удар по Техасу был особенно сильный. Нехватка запасов питания здесь уже 50%. Оооо, последняя фраза ключевая. Нехватка запасов 50%. Так что у них просто нет товара. Компании, в основном, когда у них есть товар, рады его продать, так как именно так они зарабатывают деньги. Но, к сожалению, если вы вообще не разбираетесь в экономике, ни теоретически, ни практически, если вся ваша жизнь состоит из вранья толпам людей, чтобы избраться, печатать деньги и платить ими себе самые щедрые пенсии в США, то, возможно, вы не в курсе, как вообще что-либо работает. И это описание большинства лидеров в Демпартии. И их решение, что неудивительно, это советское решение, что сделает проблему хуже, но сделает их могущественнее. О, вам не нравится? О, как жаль. Мы бы рады вас услышать, но не в данный момент. Мы на конференции по глобальному потеплению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok